Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале про цветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Лавонос Петр. О чем мы сегодня поговорим? Средина мая уже в Центральной Белоруссии это последние сроки посадки сявка на луковицу. Почему не стоит высаживать позже? Потому что позже, малый визитационный период, созревание нашего лука сявка, луковицы непосредственно, будет происходить в сентябре. А в сентябре, сами знаете, уже прохладные ночи становятся, бывают часто дожди, и наш лук, тот, который будет посадлен позже, он очень плохо хранится зимой. Его надо весь использовать до зимы, он должен весь использован, или лучше всего, если его использовать в различные виды переработок, в различной консервации, потому что сохранить этот лук, это практически невозможно. Сегодня будем садить лук сявок. У нас лук сявок, я вам раньше говорил в своих выпусках еще, первые сроки посадки лука сявка приходились у нас в центральной части Белоруссии на март месяц, но в этом году чуть позже, сдвинуться на начало апреля. Вот сейчас мы уже завершаем посадку лука. У нас вот остались луковицы сявка, мы их будем садить. Ну, последователь операции, если вы не помните, я напоминаю. Первое, что необходимо сделать, берем тканевый мешочек, берем наш посадочный материал сявка и опускаем этот тканевый мешочек. Засыпаем этот мешочек, вот завязываем его, туда ложим камушек для груза и значит дальше мы готовим ведро с водой. Ведро с водой мы засыпаем пол-литра золы, пол-литровая банка золы. Перемешиваем и вот наш этот самый лук мы опускаем в эту золу. Время выдержки. Вот время выдержки это очень важный вопрос, которому многие не уделяют внимания. Почему? Время выдержки должно составлять не менее 6 часов. Если лук наш будет мокнуть 6 часов в этом растворе, значит это даст возможность насытиться луковицами различными микроэлементами. Это раз. А во-вторых, если в нашем севке и будут иметься личинки луковой мухи, значит они погибнут от недостатка кислорода. Ну, максимальное время выдержки одни сутки, то есть 24 часа. Поэтому планируйте посадки из расчета, чтобы лук мог промокнуть от 6 до 24 часов. В этом случае вы получите хорошие, хорошие всходы и здоровые всходы и как бы хороший урожай. Это несомненно. Замочили лук, выдержали. Дальше делаем градку. Ну, градку как бы многие сделали и в эту крадочку сразу. Лук любит после действия навоза. Свежий навоз под лук вносить нельзя. Вот. Но если вы это не сделали, надо взять перегной. Вот. Делаем, значит будем делать радочки. Многие огородники допускают большую ошибку. Какая ошибка? В чем заключалась их ошибка? Что у нас в Белоруссии почвы кислые. Где-то на югах, где-то воронеже, тула, почвы шелочные. Вот. И лук, эти обработки не надо. У нас же, когда мы будем делать радочек, мы обязательно радочек посыпаем то ли золой, то ли известковым материалом. В качестве известкового материала лучше всего использовать доломитовую муку. Но если нет доломитовой муки, в крайнем случае подойдет мел или известь. Хотя они такие более агрессивные, компоненты более агрессивные для почвы, доломитовая мука гораздо лучше. То есть нашу почву, надо привести нашу реакцию почвенной среды к нейтральной, которую любит лук. Далее, лук это растение, в котором небольшая корневая система. Поэтому он не любит высокой концентрации минеральных удобрений. Но, тем не менее, для того, чтобы получить урожай, мы вот на каждый радочек добавим, ну, на один метр, это половина столовой ложки минерального удобрения. Посыплем также. И вот эти добавки, сейчас вот сделаю я радочек, я покажу вам это самое. Сделаем радочек, добавим все эти добавки, плоскорезом мы это все как бы перемешаем, заделаем, и после этого будем высаживать лук. Сама техновая посадка, конечно, трудности не представляет, но замечу. Значит, как высаживается лук-севок? Не надо лук-севок садить редко. Расстояние между луковичками должно составлять 8-10 сантиметров, от 8 до 10 сантиметров. Расстояние между родами 20 сантиметров. Если ему садить реже, смысла нету, потому что лук-севок вырастает одно перо, это самое, он большой площади и до самой осени не образует, поэтому если мы садим реже, мы просто напрасно тратим на земельную площадь. Эту посадили погуще, мы будем иметь больший урожай, лучше ухаживать, потому что раз лук поднимется, он уже будет затенять, соседние радочки будут затеняться, меньше будут расти сорняки и рационально будет использоваться земельная площадь. Оставшийся час свободный, можно занять другие культуры, что, конечно, у каждого огородника всегда земли не хватает. Ну что ж, будем, покажу сейчас, как на радочке мы делаем посадку лука, как мы будем заправлять почву, как радочки будем заправлять и как будем садить лук. Так, сделай радочек, посыпаем древесной золой. Первое минеральное удобрение, пол-ложки на метр, вот примерно столько. И берем удобрение, обязательно перемешиваем удобрение и нашу золу перемешиваем с почвой. Перемешали, теперь мы приступаем к посадке нашего лука. Помню, что расстояние 8-10 сантиметров, то есть вот такое расстояние. Садим наш лук. Лук садим вровень с почвой, верхушку, сильно не заглубляем. После этого мы проливаем радочек потихонечку водой. Видно, вода питалась. Видите, как вода быстренько ушла. И теперь мы засыпаем наш лук сухой почвой. Влага, которая пролита нами у радочек, она будет питать наши луковички. Засыпаем. Можно руками, а можно плоскорезом. Вот сейчас вы посмотрите технологию посадки лука. Вроде бы все понятно, но у вас остался один вопрос. Вот. Как добиться хорошего урожая? И почему урожай лука разница, ну, при посадке разница урожая лука? Секрет откроется очень простой. Заметьте, что севочек может быть такой вот крупный, такого размера. И может быть севочек мелкий, такого размера. Так вот, не надо ждать чудес. Крупный севок даст крупную луковицу, мелкий севок при самом начальном ходе никогда крупную луковицу не даст. Он даст или мелкую, или среднюю. Поэтому ваш урожай определяется величиной посадочного материала. Вот. Ну, тут только есть один нюанс, что если будете покупать в магазине, значит, есть гарантия, что у вас хороший посадочный материал, который хранился при нормальной температуре, и он будет даст большую луковицу. А вот в домашних условиях надо соблюдать температурные режимы. Если хранить севок в тепле, то такой крупный севок может застрелковаться. Вместо луковицы вы получите растение со стрелкой. То есть вывовшие луковицы не получится. Получите такую трубочку с зелеными листьями. Вот. Учитывайте эти нюансы. Какой чеснок, ой, какой лук вы будете использовать для посадки. Ну, вот. Собственно, выращенный севок или севок, который куплен в магазине. Так что, знаете, размер очень влияет на размер получаемой луковицы. С такой, если луковицу увеличить каждую, ну, примерно, в 10 раз, то сами представляете, что разница между ними сохранится. Хотя и этот вроде и так и хороший вырастет, но это будет средний и мелкий урожай. С такой вырастут очень крупные луковицы. Такие, как написано в характеристиках, по 130, по 200, а то и больше грамм. Так что, воспользуйтесь нашими советами. Удачи вам в выращивании. И, знаете, что уже пора заканчивать посадку лука севка. Даже в центральной части Белоруссии. Вот. В южных районах еще, конечно, можно высаживать и позже это самое, где-то на югах, потому что там еще до осени-очень далеко. А у нас осень придет очень быстро. Лето пролетит как-то незаметно. Успехов и удачи вам в выращивании этой культуры. Хороших урожаев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова